Послезавтра, 5 ноября, заканчиваются школьные каникулы, но к учебе приступят не все школьники Нижегородской области. По решению губернатора Нижегородской области, с 6 по 11 класс школьники переходят на дистанционное обучение. Дети, в принципе, переносят заболевание легко или вообще не болеют. На самом деле, они при этом являются переносчиками. Хотя и среди детей уже заболеваемость, она присутствует на значительном уровне. Поэтому было принято решение о том, что 1-5 класс мы выводим на очное обучение. Что касается 6-11, то пока это дистанционная форма. Мы понимаем, что это уже дети такого осознанного возраста, над которыми не надо стоять, чтобы они сидели у компьютера и занимались. Что касается заболеваемости, то она остается в Нижегородской области на высоком уровне. За прошедшие сутки зафиксировано 394 заболевших коронавирусной инфекцией. В связи с этим приняты повышенные меры безопасности. Санитарная обработка ведется во всех общественных местах. Подъезды, общественный транспорт, места общего пользования. При этом за соблюдением санитарных норм следят специальные комиссии. И при необходимости на нарушителей санитарных норм накладываются штрафы. При проверках мы, конечно, устанавливаем факты проведения этих мероприятий дезинфекционных. Но, тем не менее, 9 должностных лиц было привлечено к административной ответственности. То есть можно сделать вывод, что нарушения все-таки со стороны управляющих компаний встречаются. Несмотря на то, что в целом их работа можно оценить как удовлетворительную. В каждой работе бывают недочеты. Если нам делает кто-то замечание или жилищная инспекция, или Роспотребнадзор, мы их сразу же исправляем. В управлении у нас более 100 домов. На квартирных жилых домах график обработки мест общего пользования. Значит, каждый день. Два раза в день. Понятно, что основная нагрузка в борьбе с коронавирусной инфекцией ложится на медиков. Сегодня медикам вручали награды. Прежде всего выразить огромные слова благодарности своему коллективу. Потому что эта награда, это не моя личная награда, а награда и оценка труда всех сотрудников. Потому что какой бы ни был руководитель, если у него не будет команды единомышленников, ничего не получится. Работать непросто. Работать тяжело. В плане того, что работа в СИЗах, она, конечно, дает большую нагрузку на персонал. Людей не прибывает. Люди все прежние. Они, конечно, устают. Идет моральный износ. Но все стараются, все понимают, что с этим надо справиться. Вы не просто механистически это все делали, но наполняли свою работу жизнью, эмоцией. Сейчас это очень важно. Каждый на своем посту, выполняя свою трудовую функцию, как это казенно звучит, но тем не менее делали больше, чем положено в ваших трудовых обязанностях.